Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале и снова у нас в гостях Александр, это лицензированный адвокат из Франции, из города Страсбург. Александр пару слов сейчас расскажет о себе и о своей компании, а сегодня мы будем говорить об основных моментах эмиграции во Францию, самых доступных, которые могут быть применимы к абсолютно любому гражданину. Александр, пожалуйста. Алена, спасибо большое. Всем добрый день. Как уже было сказано, я являюсь адвокатом в Страсбурге, практикую с 2012 года и вопросы эмиграции являются одними из основных в деятельности моего адвокатского бюро. Если схематически охарактеризовать систему эмиграции во Францию, я бы сказал, что она является малоизвестной. Когда люди хотят эмигрировать, они думают о таких странах, как Канада, Австралия, США, может быть Германия, Польша в последнее время, но они не думают о Франции. И создается впечатление у многих людей, что во Франции все сложно. На самом деле это не так. Могу вас заверить, что эмигрировать во Францию не сложно. Другое дело, что традиционно бюрократические процедуры во Франции, может быть, занимают немножко больше времени, чем в других странах. Если открыть кодекс иностранцев Франции, вы увидите, что типов видов нажительства, которые, в общем-то, и являются основанием для того, чтобы в последствии жить на длительное время во Франции, на каком-то этапе возможно получить гражданство французское, их большое-большое количество. Начиная от студенческого вида нажительства до временного работника сезонного, визитера, инвестора и так далее. Но если все-таки сузить вопросы эмиграции применительно к странам бывшего Советского Союза, то, что я вижу на практике, я бы выделил прежде всего вид нажительства визитер, который является относительно несложным и достаточно просто его получить. И для людей, которые уже хотят выступать в качестве инвесторов, это инвестор. Конечно же, если вы являетесь специалистом в области IT или еще в каких-то редких и востребованных специальностях, можно подобрать также вид нажительства для вашей ситуации. Но вот, наверное, вид нажительства визитер – это то, что мы видим больше всего, чаще всего, и его получить относительно несложно. Франция является достаточно открытой страной. Я, конечно же, не выступаю от имени органов власти Франции, я адвокат, но это то, что я вижу и констатирую на практике. Хорошо, давайте тогда начнем с визитера. Буквально, что для этого требуется, кто может? Опять же, нет двух одинаковых досье, но по общему правилу для того, чтобы получить вид нажительства визитер, у вас должны быть выполнены два условия. Первое – у вас должно быть жилье на территории Франции. Это либо жилье, которое вы снимаете, либо жилье, которым вы владеете. И минимальная сумма на счету. Она меняется каждый год, она индексируется, но это что-то в среднем в районе 15-16. Вот если эта сумма на счету у вас заложена, и вы подтверждаете то, что она доступна, она не обременена ничем, вы можете обратиться в консульство Франции, в посольство в соответствующем государстве. И если решение принимается положительно, вам выдается виза. На первом этапе годовая виза визитера. Приезжая во Францию, вы выполняете определенные требования формального характера, проходите медосмотр, имеете собеседование с специализированными органами по эмиграции и спокойно живете. И уже через год вы получаете не визу, а уже вид на жительство, которое выдается префектурой в форме отдельной пластиковой карты. Если вы прожили с таким видом на жительство на протяжении 5 лет, вы можете претендовать с одной стороны на получение гражданства, а с другой стороны на получение уже 10-летней карты жителя Франции. Но самое главное в этом то, для чего вам это нужно. То есть самое главное, что будет интересовать власти Франции, для чего это нужно. Либо вы хотите просто жить, изучать французский язык, и вы любите французскую культуру, либо, возможно, вы хотите чего-то другого. И с этим сложно, потому что самая большая проблема, если так выразиться, этой карты, это в том, что она вам не дает права на работу на территории Франции. Ну, это, наверное, подойдет таким людям, ну, скажем, вот как мне, потому что я проживаю на территории Европы, но при этом я имею бизнес, которым я могу управлять дистанционно. Также аналогично действует и мой супруг. И на данный момент сейчас очень много таких сфер, именно онлайн-заработка, и для людей, кому это интересно, это очень хорошая возможность. Но люди, опять же, об этом многие просто не знают. Так же, как несколько лет назад, когда я не занималась тем, чем занимаюсь сейчас, я просто об этом не знала. И если бы я знала, то высокая вероятность того, что я бы воспользовалась. Совершенно верно, полностью согласен. Хорошо, с визитером, в принципе, все понятно на нашем канале. Также есть еще дополнительное видео. Я снимала его прямо со Франции, с завтраком, с круассанами, была в Париже, это было просто супер. Оставлю ссылочку на это видео тоже. Скажите, пожалуйста, еще какие способы могут быть доступны, скажем так, может быть, для среднего класса населения, если мы не говорим о каких-то очень крупных инвестициях, может быть, обучения? Я бы сказал, что здесь мы подходим к основной сложности, потому что если есть определенные доступные виды на жительство, то их очень мало. Кроме визитера я, пожалуй, не вижу ничего, за исключением, если вы являетесь каким-то высококлассным работником в сфере IT или еще чего-то. Опять же, если мы не берем семейное направление, семейную иммиграцию, если мы не берем во внимание вопросы убежища, то, по сути, Франция, к сожалению, в остальном остается достаточно труднодоступной. А вы затронули тему инвестиций. Надо понимать, что инвестиция во Францию должна быть в размере не менее 300 тысяч евро, как правило. И вот начиная с этой суммы вы можете становиться инвестором. Конечно же, такой суммой располагают не все, и этот механизм, он работает достаточно сложно на практике. Почему? Потому что нужно предоставить определенный проект инвестиций, нужно либо владеть здесь компанией полностью, либо 30% ее долей, нужно создавать рабочие места. Все это достаточно сложно. Но такой механизм существует. В остальном, опять же, можно становиться студентом. Достаточно просто и прозрачно работает система обучения во Франции. Я сам в свое время стал студентом, и после этого без никаких сложностей и проблем сдал адвокатский экзамен и успешно практикую, не чувствуя при этом никаких ни дискриминационных ущемлений, ничего другого. Но, наверное, все зависит от конкретной истории человека. Нужно смотреть его пожелания и его возможности. И всегда, как правило, можно найти какую-то опцию, которая ему подойдет. Скажите, но ведь образование, насколько мне известно, оно на общих основаниях как для граждан, так и для иностранцев. То есть иностранец может поступить, в принципе, совершенно на бесплатное обучение, правильно? Ситуация изменилась в прошлом году, когда была введена плата для граждан вне Европейского Союза. А до недавнего времени гражданин любого государства учился и платил все расходы на обучение в том же размере, как и французы, либо граждане Евросоюза. Ситуация изменилась в прошлом году, когда появилась возможность у высших учебных заведений вводить плату для неграждан ЕС. Однако ситуация была пересмотрена судами некоторыми, которые нашли в этом дискриминацию. И, более того, не все вузы были обязаны вводить такую плату. Например, опять же, не в плане рекламы Страсбурга. На университет Страсбурга изначально принял решение не вводить никакой дополнительной платы для граждан вне Европейского Союза. Поэтому на сегодняшний день все равно этот путь обучения во Франции остается достаточно доступным. Тем более, если сравнить с такими странами, как Англия или США, и размер университетских расходов, он все равно остается значительно ниже, чем в других странах. Но при этом обучение проходит чаще всего на французском языке, да? То есть искатель изначально должен обладать языком? Ну, исключение существует для некоторых магистрских программ, для написания кандидатской диссертации. В этом случае тоже была проведена реформа, и можно полностью все делать на английском языке. Все зависит от того, какой у вас уже уровень образования. Но если речь идет о поступлении на первый курс, конечно же, по общему правилу, нужно обладать знанием языка хотя бы в минимальных пределах для того, чтобы понимать, чему вас будут учить. Хорошо. Скажите, вот вы упомянули про IT-специалистов, которые, в принципе, требуются во всем мире. Какая процедура, например, получения рабочей визы? То есть достаточно просто иметь работодателя, который подготовит какое-то приглашение на работу, отправит работник, он оформит визу. Или оформление такой визы должно соответствовать определенной процедуре? Процедура существует, она несложная. Все сводится к тому, что, во-первых, вы должны найти компанию французскую, которая будет заинтересована в том, чтобы вас принять на работу. И существуют только требования к уровню оплаты. Если память не изменяет, на сегодня нужно, чтобы ваш доход составлял не менее 36 тысяч евро в год. И после этого вы будете иметь право претендовать на такую визу. В чем смысл этого всего? Смысл в том, что высококлассный специалист, он должен иметь высокую зарплату. Если зарплата недостаточно высокая, то для органов власти Франции это сигнал того, что нет никакой необходимости искать специалиста за рубежом. Нужно, наоборот, принимать на работу французов. Причем, как вы знаете, наверное, уровень безработицы достаточно высокий во Франции и сейчас достигает 10%. Скажите, пожалуйста, обязательно ли нужно обладать заявителю французским языком? Или ложится обязательство на работодателя? То есть, если работодатель готов принять сотрудника без языка, то, пожалуйста. Просто, например, в Германии, да, то есть обязательно условие наличия языка на уровне B1. То есть работодатель не может регулировать, даже если он хочет взять сотрудника, он должен доказать, почему без языка сотрудник подается, например, что он там в процессе будет изучать. Или он там очень уж квалифицированный, да, то есть это обязательное условие. Есть ли такое условие во Франции? Боюсь ошибиться, но, по-моему, такого требования нет. Но вместе с тем надо понимать, что не зная совершенно языка, человеку будет просто сложно жить, сложно делать покупки. И если впоследствии речь идет об эмиграции, которая должна привести к получению гражданства, ему все равно придется изучать французский язык. Вместе с тем определенные профессии, безусловно, не требуют знания языка. Я так понимаю, что IT, они прекрасно могут работать с цифрами или с английским языком, и для них это не будет проблемой. Хорошо, спасибо большое, Александр. Думаю, тоже, да, эта тема довольно-таки интересная. Раскрыли, в принципе, ну, во многих странах очень схожие, да, но, тем не менее, в каждой стране есть плюсы и минусы относительно какого-то иммиграционного процесса. Если вам есть что добавить, то можете сказать... Я бы хотел добавить только то, что тема, она на самом деле настолько широка и столько существует деталей, что, конечно же, в рамках краткого интервью сложно ее осветить. Поэтому, если у кого-то возникнут более точные, узкие вопросы, уточнения, я всегда буду рад на них ответить. Да, действительно, информации очень много на просторах интернета, например, от блогеров, да, которые приезжают, но блогеры, они не всегда освещают юридические аспекты. Они очень много приукрашивают, утрируют и рассказывают именно с той стороны, с которой видят это они. Но, действительно, для того, чтобы владеть информацией, необходимо прибегать к профессиональным источникам, да, то есть это профессиональные документы, где написано законодательство. Ну и, соответственно, это консультации иммиграционного адвоката, когда адвокат, он несет некую ответственность за то, что он говорит. Да, потому что блогеры, они говорят просто поверхностно, так же, как и многие другие источники, даже СМИ. Поэтому я именно делаю такие интервью, чтобы они были очень полезны для наших зрителей, когда они прослушали, они понимали, что это именно из первых уст. Спасибо. Спасибо большое, Александр. Тогда мы с вами прощаемся. До свидания. Всем пока. Продолжение следует...